МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если могли претендовать около 3 миллионов 700 тысяч казахстанцев, то с повышением возрастного порога уже 6 миллионов. В настоящее время в Казахстане действует около 15 государственных программ, которыми может воспользоваться отечественная молодежь. Но главный вопрос в том, что может, но не всегда хочет. Сегодня говорим о молодежи, поддержке от государства и как заставить поколение НИЦ лезть с шеи родителей и приносить пользу в первую очередь себе. Давайте это обсудим вместе с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Евгений Кочетов, вице-министр информации и общественного развития Казахстана. Здравствуйте. Добрый вечер. Таир Нигманов, политолог Института анализа социально-политических процессов. Вам тоже добрый вечер. Чингист Лиулин, руководитель коммунального государственного учреждения Молодежный ресурсный центр Астана Жастары. Добрый вечер. Добро пожаловать. Олег Мецик, руководитель проекта Атлас новых профессий Форсайт Методолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Также у нас в студии Гамал Тузельбаев, председатель общественного фонда Бельсинды Азамат. Добрый вечер. И с нами на онлайн-связи по скайпу находится Злеха Сеитова, руководитель управления Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана. Вам тоже добрый вечер. Как слышите нас? Здравствуйте. Все слышно отлично. Мы вас тоже слышим отлично. Сразу предлагаю к теме. Увеличили возраст. В этом году до 35 лет. То есть, как я уже говорил, что решили расширить максимальное количество людей, на которые будут распространяться госпрограммы. Теперь вопрос, наверное, больше к вам, Дмитрий. Евгений Дмитриевич, вернее. Знает ли молодежь об этих программах? Насколько осведована вот так вот? Ну, смотрите. Разумеется, нюансы есть. И вот, например, сейчас, буквально, я думаю, на этой неделе будет отуждена концепция государственной молодежной политики. Она идет вровень-вровень с законом фактически. И, например, там мы ставим задачу, что не менее 70% молодых людей будут знать о государственных программах. Но с чем мы сейчас столкнулись? Мы сейчас столкнулись с тем, что, вот, к примеру, большинство услуг сейчас проактивно. Я сейчас не только про молодежь, да, в целом. Мы открываем, допустим, свой смартфон, открываем и там фактически все по перечню представлено. Хотите по вопросам трудоустройства? Вот вам услуга. Хотите вступить в брак? Вот вам услуга. Ну, то есть все максимально в одном приложении, скажем так. Вот мы сейчас, кстати, работаем над тем, чтобы все это максимально унифицировать. Потому что если приводить пример, например, по поддержке предпринимательства в молодежной среде, и не только в молодежной среде, те программы, которые распространяются, их сейчас в Казахстане порядка 8 штук разных. И мы сейчас даже... Для молодых предпринимателей. В целом для предпринимателей, но куда могут попасть молодые люди до 35 лет по категории, да? И я сейчас не говорю только лишь про программы, которые там реализуют. Государственные органы реализовали, допустим, реализовывали до января месяца. Сейчас вот с марта, например, Минтруда начал отдельную программу. То есть продуктов изобилия, и, конечно, ориентироваться по всем сейчас очень сложно, и вот мы будем работать в сторону унификации. Чтобы молодой человек, исходя из своих запросов, зашел, посмотрел, окей, у меня есть такие исходные данные, у меня есть стартовый капитал, у меня нет стартового капитала, я могу рассчитывать на такую, 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 такую программу. То есть сейчас в вопросах информирования вот такая ситуация. То есть, ну, они путаются, вот проактивно, да, то есть нам можно зайти на тот же сайт egov, и там, ну, запутаешься просто-напросто, то есть вот найти какую-то себе там вкладку, грубо говоря, то есть да, это все удобно, все, ну, знаешь, когда, где искать. Ну, это вот сейчас, наверное, задачка, задачка, чтобы сделать так, чтобы знали, где искать, и было удобно это делать. Ну, такой максимально friendly. И интерфейсы вообще, ну, отношения с скажем так, государственных органов и госпрограмм к молодежи было более такое дружелюбное и понятное. Ты, Ирчин, ГИС, относитесь к молодежи сейчас? Да. С этого года да, да. Нет, я и до этого относился. А каких программах он точно знал? Я лично? Программы по недвижимости, программы по труду. С тех интересует ипотека сразу. Да. Не, ну, это всегда основной запрос, особенно у молодого человека, который там только-только закончил университет или вот учится на последних курсах. Разумеется, в первую очередь ты всегда будешь думать о жилье. То есть базовые вообще потребности человека, то есть жилье, работа, как ты будешь жить, чем ты будешь, что ты будешь кушать, оно всегда лежит на поверхности и в первую очередь человек будет обеспокоить этим, а не какими-то там уже дополнительными вопросами там волонтерства и так далее. Чингис? Ну, я полностью соглашусь с четыре основных вопроса. Жилье, работа, досуг и образование. То, что постоянно интересует. Что касается осведомленности о программах, я вот согласен с Евгением Дмитриевичем, то есть уже как бы все практически есть, то есть везде есть доступ, везде максимально понятная информация. Зачастую, вот допустим, в работе своей в молодежно-ресурсном центре, когда приходят молодые люди и говорят о том, что на текущий момент недостаточная осведомленность, недостаточная реклама и так далее. Я всегда задаю вопрос, а искал ли ты, хотя бы просто в гугл водил, вот бесплатное жилье для молодежи, например. Условно говоря, если тебя интересует молодежь, то зачастую… Такая программа существует у нас? Само собой, есть две программы. Бесплатное жилье? Не, не бесплатное жилье, а арендное жилье для молодежи без права выкупа, то есть где сумма аренды у вас от 5 до 15 тысяч тенге на протяжении 5 лет. То есть это дает большую возможность для того, чтобы накопить на первоначальный взнос. И программа, допустим, столицы, Юльурда Жастаре, которая реализуется с 2021 года. И даже подписки в Инстаграме у того или иного молодого человека, то есть в соцсетях, если когда задаешь вопрос, покажи мне свои подписки, что подписан ли ты на фонд жилья, на центр занятости. А зачем, да? Да, вот именно, зачем, но при этом я ищу. Я ищу и жилье, и работу, и все остальное. В общем, это как, почему не пользуются? То есть все есть, все на поверхности, только чуть-чуть копнуть. Ну, я думаю, то, что именно та молодежь, я уже сужу по заявкам, например, допустим, тот же арендное жилье без права выкупа, когда до изменений, то есть от 14 до 29 лет молодежь была, было не менее 7 тысяч заявок. В недвижимости более подробно вернемся. Вот если говорить все-таки, насколько активно пользуется молодежь вот этой поддержкой, господдержкой, ведется такая статистика или нет? Да, статистика ведется. Ну, я вот все-таки к предыдущему вопросу хочу вернуться. Почему, собственно говоря, нет, не про недвижимость. Я, кстати, тоже отношусь пока еще к категории молодежь, по-моему, закон, да, поэтому имею право об этом говорить. Тут, знаете ведь, в чем дело? У нас сейчас вот эта вот повальная тема социальных сетей, она к чему привела? Принцип трех касаний, да? Ну, то есть недостаточно человеку, если он где-то скроллил, допустим, там, даже вот Чингис приводит пример, да, с гуглом, он скроллил, увидел это, это ему не запомнится. Нужно, чтобы как минимум три раза из разных источников эта информация попала, даже если человек максимально в этом заинтересован, ну, все же мы знаем, все мы заинтересованы, допустим, в том, чтобы взять льготную ипотеку, да? Я сам, допустим, в прошлом году только ее оформил там по линии жилстроя. Я искал, из разных сторон смотрел. Вот сейчас мы хотим именно такой принцип использовать, что как минимум из разных трех источников молодому человеку эта информация пришла в голову, он пришел в молодежный ресурсный центр к Чингизону, ему сказал, ему таргетированная реклама попала через Инстаграм, предположим. А третий друг рассказал, который воспользовался этой услугой. Вот. Тогда, я думаю, однозначно обращений будет больше. Но вот очень показательный пример, теперь возвращаясь к вашему вопросу. Очень показательный пример, коллеги из Министерства труда осуществляли следующую вещь. Они рассылали смс-сообщение со ссылкой на биржу труда inbeg.kz и они увидели, что там порядка 40% молодых людей просто даже не перешли по этой ссылке. Хотя сообщение доставлено, они увидели. Все мы видим, когда нам приходит сообщение от МЧС, например, о том, что та или иная дорога закрыта. То есть говорить о том, что эти сообщения не увидели, не приходится говорить. Значит, соответственно, пока, к сожалению, заинтересованность даже в том, чтобы взять и кликнуть на активную ссылку, она достаточно низкая. К сожалению, проблема информирования у нас в стране все-таки есть. Все-таки эту информацию надо доводить до граждан, до молодежи, да. Потому что есть молодежь, категория НИК, к которой относятся, да. И на понятном языке у нас в стране все-таки проблем с информированием не только для молодежи. В целом есть, поэтому над этим надо задуматься и поработать. Ну, какие вот ваши предложения? То есть критикуете, предлагаете? Ну, чтобы государственные органы все-таки более рационально использовали те средства, которые выделяются для информирования, да. И информировать молодежь именно о тех вот программах, проектах и таких вот, которые действительно им нужны. И доводить это на понятном языке через СМИ, через различные, да, через социальные сети. И, конечно же, здесь надо широко использовать возможности неправительственной организации, которые вот есть и... Ну, в принципе, я так понимаю, что все инструменты пока используются. Хорошо, давайте мы ненадолго прервемся, а потом вернемся и послушаем сами казахстанцев, что они об этом думают. Реклама на канале, не переключайтесь. Итоги снова в прямом эфире, и мы сегодня обсуждаем молодежь, те, которые с этого года уже считаются молодежью до 35 лет, программы господдержки, в чем она нуждается. И вот сейчас бы я предложил вам, предлагая, вернее, послушать, какие наиболее острые проблемы среди молодежи выделяют рядовые казахстанцы, какие пути их решения видят. Мои коллеги провели небольшой опрос среди жителей столицы внимания на экран. Проблемы с родоустройством, не по профилю все идет. То есть люди отучились в колледже, в университете, но они могут устроиться на работу, потому что у них требует опыт. Откуда этот опыт взять? Я все-таки считаю, нужно сделать какую-то новую программу, которая будет давать возможность устраиваться на нормальную работу с нормальным достойным окладом. Практического опыта нету по факту, и из-за этого возникает всякий диссонанс в поиске работы уже. Их приходится работать не по специальности, набирать навык, накапливать средства, проходить дополнительное обучение, потому что базовых знаний не хватает. Заставляют учиться не на то, что ты хочешь, потому что надо, не потому что ты хочешь, а потому что надо. И потом ты отучишься в эти 4 года в университете, в колледже 3 года, а потом ты понимаешь, что ты не хочешь там работать. И ты идешь работать, где попадется, либо пытаешься свою цель возобновить. Я вообще музыкант, меня заставляют учиться на эколога. Молодежь не может определиться с целью на будущее. То есть они неправильно специализацию убирают? Да, я считаю то, что 16 лет надо как бы делать план на ближайшие 10 лет. Я бы сказал, наверное, недостаток спортивных объектов общедоступных. Как любитель лыжных гонок, могу сказать, что зимой в Астане одна только трасса готовилась в центральном парке, и спортсмены ее делили вместе с обычными горожанами, которые приходили погулять. В нашем городе у нас проблема, нету досуга для развлечения молодежи. Кинотеатр у нас закрылся. Это вот город Степногорск. У нас там много проблем. Хотел бы обратить внимание, что некоторые из запрошенных все-таки сказали, да, завышенные требования работодателей. При этом же тоже подчеркивают, что они хотели бы устроиться на какую-то занимаемую должность при определенном окладе. То есть вот нет опыта, но нужна хорошая заработная оплата. Насколько вот это вот справедливое их требование? Ну, разумеется, несправедливое. Несправедливое, потому что вот… Вот нет американской мечты, да? Да. Ну, вот элементарно. Сразу же поправляя молодых людей, которые высказывались в материале, никоим образом, не защищая, да, стороны там государственные органы, я точно хочу сказать, что вот у меня коллега с министерства туда точно однозначно эту тему поддержит. Сегодня есть возможность у молодых людей пройти стажировку. Разные формы есть. И более того, это неоплачиваемая стажировка. За эту стажировку платит государство. Там зарплата выходит чуть более 100 тысяч. Да, разумеется, нерелевантно сравнивать, допустим, когда я только начинал свой трудовой путь, я бесплатно работал несколько месяцев, но тем не менее, сейчас за это даже платят. Это первое. Второе. Мы вот сейчас общаемся с крупными частными компаниями, в том числе промышленными, да, которые с технарями работают. И это не только IT. Они готовы брать к себе людей на стажировку, платить им за это, то есть помимо того, что государство это делает. И потом наиболее мотивированных трудоустраивать. Здесь вопрос в чем? Здесь все-таки вопрос, наверное, в мотивации самих молодых людей. Ну и опять-таки, чтобы голову пеплом лишний раз не посыпать, я все-таки скажу, что мы сейчас будем стараться вот эти вот вещи доводить, чтобы люди как можно больше знали о том, что есть компании, есть такие программы стажировок. И максимально упрощать процедуры поступления на эти стажировки. А вот хотелось спросить, как раз, коль уж мы заговорили о труде у Злихея Сейдхановны, вы же на связи, вы нас хорошо слышите? Да, да. Вот какие сейчас специальности вообще популярны среди молодежи, да? И какие все-таки востребованы в стране, чтобы какую-то корреляцию такую провести? То есть у нас, скорее всего, много экономистов, юристов, но нам нужны сварщики, каменщики там. Да, да. Вы правы, у нас на сегодняшний день очень большая потребность есть. Это, если говорить, так скажем, о высококвалифицированных специалистах, это специалисты в сфере IT, здравоохранения, образования. Если говорить о низкооплаченных таких работах, да, у нас рабочие специальности, но хотя тоже есть их с хорошими заработными платами, это рабочие цели, да, каменщики, строительные образы. Ну, каменщики, по-моему, хорошо зарабатывают. Да, ну, то есть я говорю, в зависимости от региона, и это тоже нехватка. Но ведь на самом деле, как уже было сказано, что молодежь не хочет идти на такие специальности, то есть не хочет учиться таким навыкам. Они хотят быть экономистами, юристами, почему-то большинство идут на те специальности, на которые сегодня у нас рынок перенасыщен, рынок труда. Для этого мы... Ну, вот я сейчас знаю, что, в принципе, ряд госпрограмм существует, которые переполификация есть, да, вот какие-то на такие востребованные специальности. Как она реализуется? Да, у нас есть, ну, в рамках нашего национального проекта по развитию предпринимательства у нас есть это, да, переобучение, это профессиональное обучение по потребностям работодателя, где работодатель сам заявляет, по каким профессиям, специальностям или навыкам ему нужен специалист, и на рабочем месте у работодателя, когда работодатель сам к себе на рабочем месте берет человека и там же его обучает. Это тоже, это все бесплатно, там оплачиваются стипендии, то есть полный соцпакет. Программа есть с дипломом в село, да, вот из трудоизбыточных регионов мы тоже переселяем в трудодефицитные. Можно подключиться? Это тоже, поливнее, министерство просвещения тоже очень много есть такого, где они переобучают, переквалификации, также, которые, это министерство науки высшего образования, где специалисты с высшим образованием нужны. На мой взгляд, Игоревич, да. Вы знаете, да, что у нас есть платформа Skills Inbex, там тоже у нас очень много онлайн-курсов, которые можно приобрести, где можно приобрести навыки бесплатно. Очень много у нас бесплатных курсов. Потом в прошлом году у нас был заключен меморандум, у нас будет курсеров, если вы знаете, да, международная обучающая платформа, тоже будем на базе Skills Inbex тоже проводить обучающие курсы. Я подключусь, мне кажется, одна из таких серьезных проблем связана с тем, что министерство труда рассматривает рынок труда лекалами, скажем так, 20 века. Работа расценивается как необходимость и обязанность. Они предполагают, что если есть рабочие места, человек, выпустившись, он не может 2 недели, 2 месяца посетить без работы, он должен срочно идти куда-то работать. Если мы говорим о молодежной политике, как не только экономическое трудоустройство человека, но и проблемы отцов и детей, новое поколение, сейчас мы попадали в ситуацию, когда работать не обязательно. Заметьте, в принципе, ты, если не работаешь 3, 5, 6 месяцев, ты с голоду не умираешь. У тебя, да, уровень потребления снижается, но работать не является обязательным. 3, 5, 6 месяцев, извините, нужно где-то брать деньги, чтобы на что-то жить. На что? Легко. Вот на что, да. Легко. Легко можно жить. Социальные связи нам позволяют. Мы с общества с достаточно сильными связями. С родителями социальные связи. Абсолютно. Вы посмотрите, да, сепарация там, почему мы поделиваем этот срок, сепарация там в 25-30, люди могут еще жить с родителями. И вот мне кажется, министерство труда должно пересмотреть ситуацию такую. Люди впредь не будут хотеть, в принципе, тяжелых профессий. Почему? Потому что это их выбор, и сейчас не работать, это нормально. Я бы даже продолжил. В принципе, нет, но мы не заставляем работать никого. Потому что, когда мы говорим о дисбалансе рынка труда, фактически министерство труда рассуждает лекалами, я говорю, 20 века, когда, ну вот, либо ты тудеянец, либо ты идешь работать. Сейчас, особенно после пандемии, вот мы работаем с производством, мы столкнулись с тем, что мы не можем найти кадры. Почему? Люди в пандемию, когда два года посидели, они поняли, оказывается, можно жить. Можно на небольшие деньги жить комфортно. Не обязательно стремиться к каким-то сверх рабочим профессиям, не обязательно к чему-то стремиться. Можно освоить быстренькую профессию, переквалифицироваться, 2-3 месяца фотографа и жить для души, а можно куда-нибудь переехать и стать, я не знаю, там, туристическим гидом и на это тоже зарабатывать. То есть, мы же, у нас вот сейчас очень активно формируется не промышленная экономика, а креативная экономика, где вот все вот эти традиционные профессии можно не идти. И мне кажется, министерству, ну, я сейчас не говорю про, я говорю больше про Минтруда, нужно перестроить и понять, что современная экономика, мы вообще впервые в истории попали в ситуацию, когда избыток рабочей силы. Вот до этого, до 20-го века, до конца 20-го, у нас всегда была нехватка рабочей силы. Это всегда было. Поэтому рожать и быть населением с быстрорастущим количеством людей, это было выгодно. Сейчас вся любая страна, которая быстро плодится, она получает одну проблему. Я думаю, коллеги вот поддерживают меня в чем? Экономика растет 2-3% в год. Это очень хорошо. 5% это вообще прекрасно. У нас рождаемость больше. Мы в принципе не обеспечиваем рабочими местами ту молодежь, которая рождается. Ну, то есть, если мы растем, например, 7-10% прирост у нас ежегодный, а экономика 3%, где эти люди будут работать? Экономика не может расти так быстро. И в этом смысле пересматривать вообще экономическую проблему, сейчас вот форсайтная ставится какая, мы должны создавать там экономику впечатлений, экономику занятости не для того, чтобы люди работали, а просто их отвлекать. Почему? Потому что не нужна такая занятость. И когда коллеги говорят о нехватке рабочей силы, они в основном говорят о промышленных предприятиях. Почему? Потому что никто туда не хочет идти. И вот одна из тем, которая сейчас обсуждается, и Минтрут, я знаю, с этим тоже работает, это придумывать определенные системы геймификации на предприятиях. Я вот знаю там ряд металлургических компаний, которые для того, чтобы вовлечь молодежь, они придумывают не просто карьерную, а целую игру. Вот бригады соревнуются, у них там есть какие-то прилеты инопланетян, нужно что-то сделать. Это выглядит вот. Но для молодого поколения эта геймификация является важным инструментом. Многие вот другие, мы видим промышленные предприятия, придумывают там кофейные зоны. Для чего? Люди идут работать не для того, чтобы работать. Они идут играть, общаться. Почему? Потому что режим жизни невыживательный. Это вот после Великой Отечественной войны, когда была страна разрушена и был голод, все хотели эти работы, потому что нужно было работать. Сейчас вы можете спокойно уволиться, полгода, год не работать, и ничего страшного не произойдет. Я себе не могу позволить такое? Еще раз, вы... Мы очень хочу быть молодец. Нет, тут знаете еще в чем? Можно еще дальше посмотреть. Не только понимают, что можно не работать, но и форма оплаты труда может быть другая. Вот различные агрегаторы, которые сейчас появились последние несколько лет, это различные сервисы доставки еды, это услуги такси. Что они позволяют делать? Они позволяют фактически не вставать в 9 часов утра, не идти на работу. Абсолютно верно. Не уходить с нее в 6 часов, а зарабатывать при относительно свободном графике по необходимой. Те же самые деньги, да, а то и больше. Причем, опять же, не надо выходить постоянно. Ты захотел, вышел, с 10 до 2 поработал, ушел. Сейчас растет поколение. Они опыт-то не нарабатывают этим? Еще раз походил, он потаксовал. Опыт кому нужен? Предприятие. Они же не могут строиться. Еще раз, предприятие, и когда Минтрут говорит, Минтрут говорит в основном про промышленное предприятие, там нужна квалификация. Какой опыт нужен, допустим, ты работай таксистом или доставщиком? Ты за 2 месяца его наработал, все. Квалификационно растение куда дальше. Парень, который говорил в нашем лице, который говорил, что нужно в 16 лет уже строить на 10 лет перспективу. То есть это правильно вообще или нет? Это правильно. То есть он должен понимать, куда он пойдет учиться, где он потом будет занят. И здесь, смотрите, Минтрут и Минобразование, высшее образование сейчас эту проблему пытаются решить. Возникает вопрос. Если мы не пересмотрим вообще философию молодежи к труду, что это не обязанность, это больше выбор комфорта и желание самореализации, то мы не решим главную проблему, на мой взгляд. Это профориентация. В стране сейчас около, по-моему, 6-7 тысяч школ. И вот хотя бы для каждой школы сейчас стоит план подготовить около 2-3 профориентологов. Почему? Потому что молодежь в некоторой профессии не идет, потому что не понимает, не пробовала. И вот эта профориентация, она очень важна. Потому что мы уже сегодня с высокой вероятностью можем сказать, что через 5-10 лет какие-то отрасли будут сжиматься, какие-то расширяться. В том же сельском хозяйстве нам уже не нужны агрономы. Нам нужны, допустим, операторы техники, нам нужны специалисты другой квалификации. Но, опять же, почему Минтрут попадет в неловкое положение, если это начнет делать? Потому что нельзя, рынок, вот меня что очень часто удивляет и возмущает, что когда мы говорим о развитии рынка труда, мы почему-то берем только рабочую силу либо образование. А само предприятие, которое должно тоже совершенствоваться, мы не берем. Если вы посмотрите на наши многие предприятия, они технологически работают, ну, по лекалам, там, опять же, 70-х и 70-х годов. Поэтому им нужны вообще, им бы хорошо сварщиков, подготовленных в 90-х годах и так далее. То есть, правильно я понимаю, что сейчас не нужно беспокоиться, что у нас, например, если растет безработица, то люди просто-напросто отдыхают, не хотят работать. То есть, ничего страшного. Да, смотрите, сейчас у нас нет проблемы, вот если вы посмотрите на серьезные исследования, вообще, ради чего сейчас живет человек, сейчас две ключевые проблемы. Это счастье и красота. Все. Счастье и красота. То есть, если тебе комфортно, ты идешь на работу. Вот многие мои коллеги откажут от работы, если ехать больше 30-х годов. Счастье должно обеспечить государство. Ну, это вот уже отделки. Это уже специфика. Это специфика. Специфика есть определенная, но это должно быть. Правоабитация надо заниматься со школы, наверное, да. Сейчас вот растет поколение молодых людей, рожденных в 2000-х годах и позднее, да. Часто их называют поколением Z, цифровые поколения, да. И действительно они сейчас, у них такие навыки к новым технологиям, и они быстро адаптируются к изменениям вообще в окружающем мире. Поэтому с этим надо работать. Ну, каждое, в принципе, поколение, оно чем-то уникальное. И таким обучать их там профессиям, да, которые действительно будут востребованы или сейчас востребованы в условиях современных. Я бы хотел добавить по поводу профориентации такой определенный момент. Во-первых, у нас среди молодежи, да, зачастую, это очень сильно еще, во-первых, есть дифференциация между регионами. То есть в каждом регионе свое стремление куда-то пойти. То есть если ты живешь в Алма-Ате, в Астане, ты будучи молодым... Можно понять и свой счастье. Да, да, то есть я мечтаю стать блогером. При этом в Мангастаусскую область опросите школьников, я вам гарантирую, подавляющее большинство скажет, хочу работать в нефтегазовом сфере, причем это будут исключительно мальчики. То есть там такая специфика труда, что зачастую в будущем, да, там отец семейства работает, он работает там вахтовым или полувахтовым способом, а жена вам не работает вообще, она ухаживает за детьми. То есть это вот специфика Мангастаусской области. И так вот у нас по каждой, во-первых, и у нас необходимо эту ситуацию прорабатывать отдельно, а не на централизованном уровне. Во-вторых, касательно профориентации, к сожалению, не все абсолютно может взять на себя государство. То есть государство не может сказать, ты-то Ирнигманов, иди учись на международные отношения, мы тут подумали, решили, дипломатов не хватает, или что-нибудь в этом роде. В любом случае, что бы ни делало государство, решающее влияние на то, на кого будет учиться ребенок, оказывают родители. И одна из причин, почему молодые люди не работают... Вот они тоже говорят, что учился 4 года, я не хотел в этой профессии учиться, а меня заставили. Родители. Вот именно, так и работает. То есть это родители живут с мышлением, что я хочу, чтобы мой ребенок, во-первых, обязательно имел высшее образование, во-вторых, имел высшее образование... Это лекалы устарели. Да, это лекалы устарели. Особенно это касается... Блогерная профессия, массажистная профессия, потенциально престижная работа. То есть, условно говоря, юрист, дипломат, что-нибудь такое, экономист, либо вариация номер 2, это профессии социальные. Я понимаю, что сейчас будет превалировать больше софт-скиллз, которые... Хард-скиллз уже отходят на, грубо говоря, на второстепенный план, но они все равно главные. То есть, понятно, что нужно будет маневрировать между хард-скиллз и софт-скиллз. Софт-скиллз это уже, которые приобретаемы в течение жизни, правильно? Но какое-то базовое образование уже у вас должно быть, оно будет выше. Нет, оно должно быть выше, но просто, говорю, проблема зачастую в пропоритации в том, что не всегда государство может напрямую оказывать влияние... Вот тут можно тоже очень вести, вот я сейчас пытаюсь что сказать, что мы к многому решениям проблем подходим по старым лекалам. Когда мы говорим, что нужно высшее образование, в современном мире не нужно. Нам не нужно 4 года тратить. Вот Министерство высшего образования вместе... Сейчас они думают о чем? О том, чтобы бакалавриат выдавать не через 4 года, а через 2 года. Почему? Если ты собираешься идти на какую-то узкую профессию, которая не несет большой опасности или риску для промышленности, либо какой-то, ну, вот, допустим, архитектор, врачей, понятно, нельзя перейти на 2-летнее обучение, да? Но если у тебя профессия, которая четко регламентируется, нет слишком последствий, 2 года отучись, получи здесь сертификат, диплом и иди работай. Я правильно понимаю, правильно сейчас мы поговорим про... Потом нужно переучить еще раз. Да, вот тех людей, которые, в принципе, сейчас не работают. НИТ это люди, которые... Свободные люди. Которые не работают, не обучаются и не занимаются переквалификацией. Когда мы говорим про профориентацию, это немного про другое. Это вопрос того, чтобы нынешний абитуриент, выпускник школы, не попал в эту категорию. Да. Чтобы правильно сделать выбор и потом, не разочаровавшись, не перейти в позицию вот такого иждивенчерства и без активности, скажем так. Ну вот, коль уж про НИТ заговорил, давайте в четвертом квартале прошлого года. В Казахстане впервые за последние 5 лет доля молодежи из так называемой категории НИТ, то есть не имеющей образования, работы или профподготовки, показала минимальные значения. 6,3% от общего числа молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 28 лет, или около 236 тысяч граждан. В 2021 и 2020 этот показатель составлял 6,9%, а в 2019 достигал 7%. В сравнении с другими странами, казахстанский уровень НИТ можно считать низким. Согласно данным международного некоммерческого интернет-проекта наш мир в цифрах, например, в США и России больше 12%, в Великобритании 10,5%, в Италии почти 19%. Самые же высокие показатели есть, то есть больше половины всех молодых граждан относятся к НИТ в Афганистане, Тринидад и Табага. А одни из самых низких в Японии и Мадагаскаре чуть больше 3%. Ну вот, если мы все-таки говорим о процентном соотношении, не НИТ, а давайте говорить тогда вот так. те люди, которые сейчас, процент молодежи с незанятого с населением. То есть, наверное, к вам больше излихай ситханам вопрос. То есть, вот среди молодежи какой процент безработных? Вы слышите или нет? В 2022 году 3,9%? Вы сейчас слышите излихай ситханам? Тип 8% у нас сейчас за уровень молодежи безработицы. Нет, это из всех безработных или как? Из всех безработной молодежи. Из всей безработной. А вот 6,3% это о чем? Это молодежь категория НИТ. Это молодежь категория НИТ, которые не стремятся и не обучаются. В том числе? Нет, смотрите, когда мы говорим о 6,3%, мы берем всю молодежь. Это внутренне молодежи. И вот в ее доле сидит, собственно, говорят, 6,3%. А когда мы говорим о молодежной безработице, мы берем все безработное население. Которое до 60 с лишним. Да, категоризируем их по возрасту. И у нас получается цифра в районе под 4%, 3,7-3,8%. То есть, грубо говоря, и 100% неработающего населения. Только 3 из них... 3,8, то есть, там, грубо говоря, там 600 тысяч, например, безработных у нас в Казахстане. И только лишь... 18 тысяч? Да, 18-20 тысяч молодежь. В этом смысле у нас достаточно неплохая политика в отношении молодежи. Это из молодежи 3,8%. Это где-то около 63 тысяч, получается, молодежь. Из неработающих. И то, методика, как сказали, методика неточная, они чем-то могут быть заняты. Просто мы не знаем, как это посчитать. Хорошо. Как вот этих вот неработающих вовлечь все-таки? И нужно ли вовлекать вообще в нашу активную жизнь страны, экономическую жизнь страны? Таир, ну, как ты считаешь? Это очень относительно... То есть, здесь нет, на мой взгляд, прямой корреляции. То есть, с одной стороны, вообще потенциально. Человек, у которого нет постоянной работы, это человек, который потенциально может являться элементом протестного какого-то населения, потому что у него не решены его базовые социально-экономические проблемы, это может сказываться негативно на его восприятии государственной политики и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, представим себе 18-летнего человека, который только-только закончил школу, не смог сдать ЕНТ и никуда еще не поступил. То есть, он тоже подпадает под эту категорию НИТ. И здесь вопрос, что нам нужно с ним делать, насколько его ситуация является... И нужно ли, да. Потенциально является ли его ситуация кризисной и так далее. Потому что, с одной стороны, да, если он потенциально не поступит в какой-нибудь колледж или университет, он не обзаведется нужными связями, скорее всего, потенциально в будущем у него будут худшие стартовые позиции по сравнению с ровесниками и так далее. Но, с другой стороны, если мы его насильно, вопреки его собственной воле и каким-то мечтам, убеждениям засунем в университет и заставим ходить на лекции, во-первых, он не будет ходить на лекции, он не будет сдавать экзамены, он будет подрабатывать, условно говоря, в такси или в курьерских доставках. И он не будет ходить на все самые хорошие, самые правильные профориентационные программы, которые придумывают МИОР и МТ и Министерство труда и соцзащиты совместно. То есть, и, возможно, ему и нужно год побыть в этой категории, чтобы вообще хотя бы понять, а кем он хочет быть, кем он хочет стать. То есть, здесь это те цифры, которым нужен дополнительный контекст и анализ. Да, я бы даже... Давай последнее. Это может быть вот 6%, это статистическая погрешность. То есть, когда мы берем выборку социологическую, почти всегда около 60% это особенно талантливые, активные граждане, и 6-10% это пассивные, скажем так. И мы попадаем в эту выборку, и в этом смысле, если бы у нас было 12-15, это была бы уже зона риска, с которой надо прям серьезно включаться. А 6% это такая достаточно... То есть, это то пространство, где вот не поступил, решил подумать, они вот там и крутятся, и в этом смысле не факт, что с ними надо обязательно что-то делать. Вот, прошу прощения. Россия, США, 12%. Да. Как согласны ли? Вот, знаете, те молодые люди, которые не хотят учиться, не хотят работать, может быть, они очень хорошо будут в управлении государством, то есть, вовлекать их в процесс принятия государственных решений через площадку. Очень интересный подход. Вот знаете, смотрите... Почему призываете молодежь? Красивые, счастливые, на год службы. А есть площадка прекрасная, это общественные советы различных уровней, разных уровней. Это республиканское значение, общественные советы, местное значение. Вот, допустим, сейчас любому гражданину, достигшему совершеннолетия, позволено, есть право у него участвовать через эти общественные советы, которые созданы рядом с местными исполнительными органами или с министерствами, приходить и поднимать проблему. Вот я эту проблему вижу, хочу его решить. То есть, дайте мне право пойти от имени общественного совета промониторить, провести мониторинг качества оказания каких-то государственных услуг. Вот мы январь-то поэтому и имели, скорее всего. Может быть, он в этом проявит себя, почему бы не поработать над этим. Потому что, я вам скажу, в целом молодежь очень активно задействована в этом именно, в общественном контроле. А эта площадка очень прекрасно есть. Ну давайте будем сказать, чтобы хотя бы она была задействована там в общественном контроле, она хотя бы должна быть образована, она должна понимать, что она делает. То есть, можно тоже, не с вами ни с чем, в чем я бы не согласился. Давайте разделим. Общественный контроль должен быть. Но вопрос тут туда идет. Потому что вы сейчас, по сути дела, предлагаете достаточно спорный момент. Смотрите, у нас в Казахстане есть такой момент. У нас есть очень много положительных примеров. Но у нас почему-то вообще в культуре, почему-то всегда идет фокусировка на негатив. Ну то есть, у нас слушают тех, кто говорит о проблемах и тому подобное. Возьмем, например, допустим, тех молодежи, которые достигают. Мне кажется, почему вот у нас программы нет? У нас мало примеров успешных. Мы очень сильно любим поддерживать и фокусироваться вокруг. Вот он пришел, жалуется. И из этого раздуваем скандал. А у нас есть масса положительных моментов. Просто давайте больше создавать образцы, как решать проблему. А никак о ней не кричать. У нас есть, я уверен, вот классные, потрясающие ребята, вот мы когда предварительно с вами говорили, которые в Караганде, городе, ходят, занимаются ливневками, занимаются дорогами. Давайте о них говорим. А мы все время приходим и показываем тех, кто ничего не делает, ничего сидит, потом приходит и говорит государству, что вот, вы такие. Да, а ты даже не посмотрел минимальную информацию, даже предприниматели многие, чтобы подать грант, им лень собирать документы. Они тут же приводят. Вот вы меня не поддерживаете. Здесь определенные процедуры просто не допустят. Там же он должен действительно проанализировать, показать, доказать, что это проблема. Смотрите, вообще на самом деле по общественным советам, по общественным советам сейчас вот для нас ориентир какой вводится. Мы знаем, что 30-ти процентную фото для молодежи закрепили. И это не просто в список партийного человека молодого включить, а потом на выборах, когда выборы прошли, его сняли. Нет, теперь так не будет. Это первое. А второе, сейчас все это каскадируется на общественные советы. Например, мы до 29-го года вообще такой ориентир для себя берем, что 20% состава общественных советов, государственных органов, в том числе на районном, региональном уровне, должны состоять из молодежи. И тут вот такая вот получается многоступенчатая, многоступенчатый такой подход, что мы-то, разумеется, человека должны к этому подготовить. Мы помним, конечно, времена, когда любая домохозяйка может управлять государством, но тем не менее должно же быть понимание и навыки. Вот здесь вот школьная система подтягивается, не буду сейчас большое количество программ перечислять, которые в школах сейчас для этого есть. Потом студенческое самоуправление. И вот постепенно, 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 неважно, пусть он образование не получает. Я вот здесь вот, кстати... Культуру выборности должна быть. Да, я хочу, кстати, можно последняя ремарка? Я хочу вот Минтруда здесь защитить. В каком плане? В том плане, что сегодня, если мы зайдем на skills.inbeg, на skills.inbeg, мы увидим, что там есть специальности, специальности, да, может быть, это платные курсы, но по которым сегодня не нужно образование. Ну, например, таргетолог, предположим. Вот человек взял, отучился на таргетолог, и он таргетирует в инсте рекламу. И зарабатывает хорошие деньги. Для этого образования не нужно. Высшего образования. Высшего образования не нужно. И это Минтруда сегодня в этом направлении идет. В общем, у нас все в Казахстане есть, только нужно научиться этим правильно пользоваться. Правильно? Так что копайте, добывайте. Это молодым советом.